Всем привет! Сегодня я покажу вам вечернюю прогулку с собакой. Мы решили выйти в парк. Наша собачка. Сейчас у нас с вами половина десятого. Мы уже в парк с вами ходили, где мы обычно ночи прячемся. И сейчас мы решили пройтись до Варусова. Она лунная. О, кстати, ее видно. Она такая, как в Турции сейчас, знаешь? Вот. Машина там у нас стоит на той стороне у нас в кустах постоянно, да? Дафенька, расскажи, как день прошел. Да, нормально. Нормально? Угу. Чем занималась? Да, ничем. Машины у нас тут ночуют под подъездами. Тут у каждого свое место. Наша машина вообще в гараже постоянно ночует, да? Да. Она тут днем, если встанет, хороша. Она вообще вот на той стороне стоит. Я сейчас увеличу камеру. Подождите секунду. Вот. Вот. И кому-то с дома ее хорошо видно. Кто-то живет здесь на первом этаже. И за ней постоянно наблюдают. Вот. Мы решили пройтись. Хотели побегать с Дашей, но, как обычно, не побегали. Они заняты были, да? Да. Бася. А кто-то так пикает, интересно. Какая-то птичка. Или салам. Так. Я хотела вам еще снять вот этот вот цветочек. Смотрите. Что это за цветок? Такой интересный. На нем как такие круглые штучки. Я так подозревала, там семена. Поэтому, товарищи, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. И кто знает, какой это цветок, пишите мне в комментарии. Я комментарий к этому видео открою. И буду ждать вашего ответа. Что это за цветок? Вообще, может, это не цветок? И вот еще. Смотрите, какие. Это у нас на даче такой. Круглый, белый? Да. Такой маленький. Не помню я такого цветочка. Возле твоей гортини. А, точно. Видно с фонариком, да? Да. А вот, о, я знаю. Вот еще синие. Смотри, какие цветочки. Красиво, да? А вот это лилии. Они ближе к вечеру уже позакрывались. А так днем идешь там. Красиво так. Да. Дашенька? Да. Даша. Что там? А, Бася занята. Понятно. Так, там у нас на той стороне Варус, а на этой торговой. Мы здесь живем недалеко. Там парк, где люди идут. Вот. Мы решили пройтись туда дальше. В сторону 9-го квартала. Кто в кривом роге, тот знает о чем я. Вот. Такой у нас большой дом торговли. Боже, чего здесь столько не было. Я была маленькая. Даша, на первом этаже, в этом доме торговом, была колбаса, конфеты. Я помню, моя бабушка покойная, Царство и Небесное, все время меня баловала и покупала здесь нутенну. Представляешь? Ага. Но на то время, в 90-е годы, это было так дорого. Так, проведем вас по центру восхода. Угу. Наверное, я в шлепку. А, я. О, центр восхода, сейчас выключу камеру. Угу. Тут у нас с этой стороны. Вот тут, на первом этаже, где я сейчас снимаю, был этот, как он назывался? Продуктовый магазин. А вот там, где Ева, был ресторан Терны. Вот. Там было круто. Здесь наша карамелька. А, новая вывеска «Ельнаки». Где? Батчи, прямо за карамелькой. А вот наш с Дашей любимый магазин Аврора. Да. Как люди. Так, вот наш любимый магазин Аврора. Да. Такое дерево красивое. Угу. Люди еще есть там на лавочке. Простор. Да. Да. А когда-то я жучилась в Днепре. Вот. И там был магазин Простора. А здесь вообще, в первом роге, его еще не было. Ну, или в центре города. Ну, так как мы на окраине, мы его и не знали, и не видели. И я всем своим знакомым говорила, что я учусь возле проспорта. Не простора, а проспорта. Ага. Да. Собака. Папа ее на руках зимой нес. Она вскочила в наш подъезд, и папа на руках ее выносил. Да. Не ест тут. Там магазин Ваврус. Да. Даша? Угу. Собака. Ну, какая луна. Луна красивая, но на камеру она так отсвечивает. Вообще-то плохая. Ты хочешь по зиме пройтись? Ну, а я. Я думала туда. Ну, пошли туда. Пошли, там меньше людей. Или наоборот, больше. Мы сейчас живем как раз в центре вселенной. Потому что Варус. Ну да, потому что Варус. Прикинь на заманском. Чего туда не ходит. А там не такой Варус, как здесь. Там какой-то поганый. Плохой Варус. Как-то так идти? Да. Что ж? Летучая мыша. Ага, да. Полетела. Большая такая мыша. Подожди, подожди. Давай мы сюда сходим сейчас. По центру пойдем. Это... Бася, мыши. А вот еще собака одна. Смотри, затаилась и сидит. Да. А вообще машина сейчас себе будет. Собака, ты кого-то ждешь? Она привязана. Собака. Понятно. Жестокая, злая. Не трогайте меня. Да, я вас не трогаю. Так, мы наверно сейчас не будем заходить именно в Варус, да? Да, да. А пойдем немножко сюда и сейчас по детской трассе свернем, да? Угу. 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 Пошусь-то. Афи. Угу. Угу. Что? Пиди на ногу, Лизе. У нас детские площадки. Плохо видно, друзья, потому что вечером снимаем. Вообще не думали уже снимать. Очень поздно приехали, по делам ездили. Но все-таки выехали. Угу. 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 Так, ладно, мы сейчас включимся, пройдем парнишку и слушаем. Угу. Мы, короче, тут прогуливались и Даша увидела такую вот качелю, где можно лежа кататься. Угу. Да. Дорогая, тебе удобно? Она очень твердая. Не очень. Не очень? А давайте я попробую раскачать. А ну подожди, стоять. Можно это друг? Это знаешь, это такой лежак, как в Турции вот там. Ага. Гой, да? Отходи, Ваня, на песне живет. Прикольно? Да. А давай еще раз. А мягко тоже. Мягко? Слушай, так сюда надо во время тревоги приходить. А то мы все на лавочку и на лавочку. Берем папу. Ну, подушки, плед. И приходим. Плед берешь, застилаешь. Скажем, короче, ему, что мы нашли новое место крутое. Да. И будешь на одной и на другую. Спишь, уколыхаешься. Ты ж покажи, какие тут еще есть качели крутые. А вот то, что такое. Я вообще не понимаю. Что это стоит там? Смотрите, друзья, оказывается, тут такая плитка, как за границей трава. Кто тут стоит? Здесь стоит она, да? И что? Давай Бася покатаем. Да она убежит. Не. А можно на лавочку попробовать? Ну пошли. Лежак крутятский. Это кто устал с детей? Бегал, бегал, прыгал, прыгал и такой раз. Можно же кататься? Ну я думаю, да, это не надо откручивать. Не, ну а можно? А как? Залазить. Ну залезь. Это будет шоу. А ты не провалился сейчас в эту дырку попой? Хлюб? Не знаю. Подожди, что это такое? Не повалился. Ну по-моему тебе надо хорошо подпрыгнуть попой, сесть туда и не промазать на пол. Ха-ха-ха-ха-ха. О, мы сидим. Сидим? Да. Раскатай. Удобно или не очень? Удобно. Бася. Сомашу бежали. Закрюкнуся на пол. Вспомни детство. А там качельки для детей. Насколько я помню, мы уезжали, не было этих качель. это вот только сейчас их поставили плохо видно я вечером снимаю на крутяк качеля а это такая помнишь в кирилловке такие были только они были короче желто-блокит не деревянная что за тебя переживаю там у нас варус ну перестать раскатываться о кузнечики цичьяки как они называются что в турцию я кос называют это то же самое а вот люди тоже там сзади нас на темном катаются днем стесняются выравнивать а можно на лежак пойдешь а ты хочешь на лежак а где больше понравилось тут а тебе веревка то не давит в одно место интересно так ты катайся мы посмотрим что тут еще есть вот такое кресло лежак для тех кто не современный как мы хоть посмотрите потом бегалки прыгалки вот такие и вот это вот я так подозреваю но открывается что там мусор там понятно вот это менталитет зато желто-блокитный у баса меня запутала о ну все понятно ты хочешь слезть сейчас я собаку распутаюсь бася ты мне муж не путать нет а знаешь и качеля тоже на самом деле желто-блокитная желтая изолента и так и они все пошли прогуляемся все друзья мы уходим отсюда я сейчас отключу фонарик да да она наверно долго не проживет хотя хотя я и желаю удачи это качеля так мы идем немножко сейчас людей по пропускаем и собака заодно в туалет через централ кодом это такой у нас уже вечер у нас сейчас 21 45 26 июня сегодня сегодня вот и мы вообще не планировали на качели просто мы здесь так давно были до до дожди с подружкой завтра а вон собака дорогу переходит а это садик золотая рыбка даша там была ровно один день первый день он же был последний а почему если подробнее расплакалась а еще подробнее расплакалась а кричала не хочу не пойду и все да и папа сказал не веди зачем ты мою дашу туда придешь лучше ты будешь дома с дашей но в итоге с дашей сидела бабушка моя царство и небесно вынесла от нуля до девяти месяцев до ой до 9 до первого класса что рассказывать с девяти месяцев до первого класса так что вот так вот обошлись мы без садика вот как красиво не там горят вас пойдем жучка нанюхала или паучка говори кого-то я нанюхала не ну качеля лежат конечно вот а сама лучше вот так что три жгута на попе там просто хорошо надо встать на носочки смотрите как это образился наш восход благодаря варусу и куча другим супермаркетом раньше здесь был кинотеатр и я помню я сюда некрасиво было но когда я была маленькая ну наверно начальная школа была мы ходили в кинотеатр правило дорожнюю гуруху нам показывала тогда еще на русском языке вот очень даже был красивый большой кинотеатр на держи собаку да теперь это стало большая была раньше заброшка для бомжей вот и что жила там много много бомжей разных потом очень долго строили варус благодаря и из-за этой долбаной войны мы даже думали что варус не построить но слава богу в прошлом году перед новым годом варус открыли вот спасибо ему большое теперь нам есть куда тратить нашу зарплату очень быстро мы с ней прощаемся благодаря этим магазинам да когда тогда не ходишь цены в принципе нормальные если ты сидишь дома то все очень даже хорошо а вот и бы дешевле чем варусе кстати кто заметил напишите в комментариях правда ли в тебе дешевле чем варусе я просто это мое личное мнение может быть я ошибаюсь вот машина издалека как у нас но ближе подойдешь понятно что другая марка цвет как у нас кстати скоро мы вам ее покажем будем пока держать интервью перукарня я пообещала дашеньке пару уроков вождения так что мы выедем на трассу и скоро будущем в скором будут уроки по вождению не пропускайте подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик узнаете какая же у нас машина какой марки вот и как даша ездит кстати даша хочу показать первую тренировку на конном спорте да открыла уже вам секрет мы поедем на конный спорт даша давно занимается для тех кто не знает вот и она ну как бы ездила непрофессионально просто умела кататься но не так давно мы решили профессионально заняться конным спортом вот поэтому дашенька вам покажет видео конного спорта так да еще лошадку да на которой будем я все сниму все запишу вот даша на самом деле хорошо умеет ездить нам на машине как для 12-летней девочки но понятно по дороге не будем ее возить показывать так она еще отключусь будут навстречу люди так мы решили сменить маршрут еще немножко погуляем поговорим с вами до нашим к нашу собаку не видно на фоне сена так вот в 12 лет она уже знает какие коробки передач как делать сцепление она все это умеет так что так как у нас машина на механике и еще и прадедушка и прадедушка у него тем более машина на механике поэтому у нас выбор только учиться на механике из механики и механики только на механике другого еще плюс то что мне понравились машины в 6 лет я начала стараться скачивать игры те что там с коробками передачами ну как правильно там научиться и это тоже помогло благодаря ихам ты выучила и выучила коробки передач и сейчас кстати я не знаю правда это или нет но будто бы приняли такой закон что ты сам учишь знаки ну то есть теорию ты учишь сам пошел в автошколу сдал теорию и уже практику можно ходить тренироваться именно с автошколой если это так то это хорошо но мы еще учились по старому когда надо было вот я так заканчивая надо было знать в автошколе сдавать и теорию и практику ну и вождение само собой то сейчас говорят что теорию можно сдать самостоятельно если ты учишь знаки ты приходишь мрэо сдаешь теорию и потом тебя допускают к вождению на любой автошколе но если это так то нам это даже лучше вот мы все таки пошли по парку немножко с вами пообщаемся там у нас опять варус только это с другой стороны бася на радость вырвалась из дома наконец-то по графику у меня все мы гуляем или с восьми до десяти максимум да ну это вечером держи собачку вот это не хотела вечером бегать а люди бегают а не я не хотела только со мной сама ты не хочешь мы можем побегать если надо опять это цич или это какая-то птица все время пи делает пи а еще они у нас над домом живут наверное пятый год точно и летом постоянно они пи пи может до мусорки пробежать собак не надо ну хоть так сиди а пахнет наверное вот это дерево липа или я вообще плохо разбираюсь в деревьях честно вам скажу но скорее всего что это липа а может как-то не 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 она без крючок пахнет классно а это вообще сейчас липа давай нарваем бася так попой крутит крут 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 ну мышцы двигают ну вот вечером в парке у нас как видно фонари горят кое-где не сплошь и рядом кое-где но видимость какая-никакая есть это тот же парк что мы вам показывали днем в прошлом из видео я оставлю ссылочку с описания где мы ходили днем и показывали о том где мы проводим тревоги где мы прячемся обязательно придите посмотрите очень интересное видео парк видно все цветы да все зелень очень красивый парк вот а сейчас мы отправляемся домой будем потихонечку идти вот такая вот у нас вечерняя прогулочка там вход на центральный парк видите два фонаря горят а вот это бывшее кафе которое я показывала днем его днем очень хорошо видно ссылка будет в описании где видно вот эти заброшенные здания я все рассказывала показывала поэтому переходите